Всем привет, с вами Ксения Кузнецова и сегодня я снимаю видео вопрос-ответ, потому что накопилось уже достаточно много вопросов с того момента, когда я сняла предыдущий вопрос-ответ и вы уже ждете ответов, поэтому приступим. Так, первый вопрос от Марии Сафроновой. Привет, привет. А ты собираешься ехать 140? Если да, то на ком? Ну, конечно, я собираюсь ехать 140, потому что, как бы, первый разряд у меня уже есть и надо стремиться дальше, прыгать выше и так далее. У меня есть три лошади, которые способны прыгать 140 и выше. Это Эластик, Хобей и Мика, потому что Мика это вообще сразу... Ну, в общем, я не хочу как бы хвастаться со своими лошадьми, но просто они реально способны. Следующий вопрос. Следующий вопрос от Алины Рудаковой. Привет. Привет. Сколько у тебя было собственных лошадей? Если считать до моей вот этого, моего вот этого табуна, то двое. Это Сафари и Бавария, а если вместе, то это пять лошадей. Следующий вопрос от Ализы Казаковой. Какая порода лошадей тебе больше нравится? Мне нравится больше тракен, потому что тракены спокойные, уравновешенные, у них у всех все в порядке с головами. Ага, конечно. Следующий вопрос от Марии Скоробогатовой. Привет. Привет. Расскажи, какие у тебя самые яркие воспоминания с Эластиком о Скором, Остером, Хоббей и Миккой. Маша, пожалуйста, не делай ошибки почти в каждой кличке моих лошадей. Оскар, Остер и Мика. Мика с одной К. Самые яркие воспоминания с Эластиком, это когда он только приехал. И как бы яркие воспоминания, в плане того, ну плохое воспоминание, как бы, когда он приехал, у нас с ним нифига не получалось, ничего не выходило. А самое классное воспоминание с Эластиком, это когда они с Эльвирой Валерьевной выступать начали такие конкуры, как 120-125. И это вообще меня повергло в шок, что вот лошадь, на которой мы в этом же году прыгали 90 сантиметров, и вот она уже поднялась до 125. И это как бы результат нашей плодотворной работы с этим конем. Он дал свои плоды, и надеюсь, что я отращу себе руки из нужного места и смогу проехать хотя бы 110 сантиметров. Потому что из трех раз я три раза снималась, это уже как крест. С Оскаром, конечно, это сдача на первый разряд, это просто что-то потрясающее, неописуемое, до сих пор в это не верю. И 12 сентября пришел приказ о присвоении мне первого разряда. Теперь у меня официально первый разряд. С Оскаром это моя первая поездка на нем. Это было что-то с чем-то, я села на него неудачно, и он потащил меня в поле. Тогда у нас был не огорожен манеж, он потащил меня по сугробам, это была зима. Потащил меня по сугробам, я, короче, на нем висела на одном стремени и потом прыгнула с него в сугроб. А дальше он начал носиться, у него седло съехало на живот. Ой, и мы его переседлали, я боялась на него садиться, просто я думала, он меня убьет. Но после того, как я на него поездила, я сразу влюбилась в эту лошадь, это просто потрясающе. С Хубэй самое яркое воспоминание, когда мы на пламя отъехали 110 нулем, перепрыжку им, основной маршрут на четвертое место. Это просто что-то невероятное. С Микой у меня нет никаких воспоминаний, потому что я с ней как таковой, как с лошадью, не контактирую пока что. Но думаю, что в скором времени мы уже начнем с ней нормально заниматься, там всякая корда, там всякое седло, кодика 3. Следующий вопрос опять от Марии Скоробогатовой. Сними, пожалуйста, видеообзор своей амуниции, расскажи, чья кого. Если вы хотите такое видео про мою амуницию, то давайте наберем как можно больше пальцев вверх, и я сниму такое видео. Договорились? Я вас верю. Расскажи о своем самом жестком падении с Хобе, если есть видео, вставь, пожалуйста. Ой, видео у меня, конечно, нету, но я вам расскажу. С Хобе я падала офигеть как много раз, потому что лошадь была просто ужасная, просто отвратительная по езде, но она была настолько вот прямо у нее такая техника, что вот просто вот так выкинуть ее мы не могли. Я падала вместе с ней, мы с ней упали в ряд, просто она не хотела идти. Встала на свечу, и мы упали с ней в ряд, нас завалило жердями. Она встала на свечу, я съехала с ее задницы, она меня отпинала, кстати, тогда. Я прыгала маленький ряд, и на брусье она встала, я улетела в брусье, она меня отопнула опять же, и все. Ну, много, много раз мы падали, вот просто бесконечно много раз, это были всякие различные падения, я уже, может, некоторых и не помню, но в последнее время, вот на стартах с нее не падали ни разу. Нет, Эльвира Валярина упала один раз, но она тогда подскользнулась и скозлила. Следующий вопрос от Ангелины Логиновой. Сколько лет у тебя уже этот каннаблок? Мы отмечали год нашего существования 13 августа. Ребята, нам всего год, мы молодой каннаблок, но все еще в наших руках, силах и так далее, поэтому мы будем стремиться туда и не падать туда. Ну, объяснение на уровне. Следующий вопрос от Ирины Тюриной. Привет, привет. Как твоя мама относится к ошибкам во время соревнований? Ой, ребята, вам лучше не знать. Поехала, поехала! П***ь, до лево! Куда ты хочешь? Учиться, что же это ошибка! Тупица! Следующий вопрос от Сони Мацука. Привет, Ксюша, привет. Какие группы ведет твоя мама или у вас нет определенных групп? Моя мама ведет группу начальной подготовки, учебно-тренировочную группу. Я отношусь к учебно-тренировочной группе, а группа начальной подготовки это, ну, учебная группа как бы. Так что моя мама ведет две группы, еще у нее абонемент, по-моему, какой-то есть. Кого ты любишь помимо лошадей и собак? Ну, у меня живут кошка и кот. Так, следующий вопрос от Риты Шалаева. Далеко ли находится конюшня от твоего дома? Относительно, потому что на машине это как бы, ну, не очень далеко. А вот пешком это надо ехать на автобусе, а потом пересадить на другой автобус. Если на маршрутке, потому что повезет, а если пешком, то это вообще, ну, блин, был опыт у меня хождения пешком в конюшне. И ни разу я не доходила. Потому что я не ориентируюсь в своем городе, просто ноль. Вот такой. Следующий вопрос от Ирины Черкасовой. Привет. Привет. Ты занимаешься только конкуром или троеборьем? Ребята, я занимаюсь только конкуром. Как твоя мама относится к твоему коноблогу? Ребята, она зависает в нем постоянно. Еще такая типа, Ксюша, ты почему фотки не выложила? А я такая, чо-о-о. С чем ты угощаешь лошадок? Сахар, сухари, овощи, фрукты. Все. Следующий вопрос от Ани Миронович. Я не помню, задавали тебе этот вопрос или нет, но я спрошу, через сколько лет после того, как ты начала заниматься конным спортом, тебе купили лошадь? Ой. Я не помню, когда купили сафари. Я тогда была еще детям. Ну, по детям выступала. Может быть, лет мне было 10. И опять же, я не помню, говорила ты об этом, но какие фильмы про лошадей ты смотрела, и какие из них тебе понравились больше всего? Я не смотрю фильмы про лошадей, потому что там слишком все сопливо. Да. Я смотрю только мультики про лошадей, потому что они самые вменяемые. Все вопросы закончились. И если вы хотите задать свой вопрос, то переходите по ссылке в описании в специальное обсуждение и задавайте там свои вопросы. А с вами была Ексения Кузнецова.